Значит, мы успели сказать о том, что школа у нас прервала и выбила, и тут, к сожалению, так устроен Инстаграм, странно, что если он выбил, он не сохраняет ничего. Поэтому у нас был важный очень момент, я сейчас постараюсь быстро пробежаться, потому что у нас пропало, и вы, Виктория, пожалуйста, дополните. Значит, у нас история о том, что у нас Виктория Павловская-Кравчук, директор гимназии частной Харьковской Вересы, и она не просто директор, она директор-основатель, которая эту школу создала не потому, что ей было нечего делать, и она решила создать, а потому что у неё была очень классная идея и мечта. И этим вообще-то для меня лично вы, отличаясь, Виктория, как-то особенно выделяетесь, потому что это вообще редкость. И в одном из путешествий в Индии вы услышали действительно какой-то внутренний голос такой, который сказал вам, что вам хватит заниматься успешной адвокатской деятельностью. Кстати, вы в том куске, который у нас пропал, вы мало сказали о том, что у вас была очень успешная адвокатская деятельность. Не просто, а это большая разница. То есть с успешной адвокатской деятельностью пойти за мечтой, такой призрачной, на мой взгляд, как школа, это вообще-то, конечно, большая редкость. И мы немножко успели сказать о том, что были определённые сложности в том, чтобы эта мечта осуществилась, и в результате ваша школа появилась на базе государственного здания, в котором я был, и провёл там достаточно много времени, где-то больше двух часов точно, и увидел там полный цикл всего, что у вас происходит, от детского сада, это вы говорили, от двух лет, да, там дети, до одиннадцатого класса. Да, от двух до одиннадцатого класса. И на данный момент ваша школа, вы говорили, прошла два полных цикла, то есть от двух до одиннадцати, да? И мы остановились на том моменте, что, и сейчас, думаю, с него можем продолжить, что как же было непросто нанять сотрудников, да? Вы говорили о том, что 18 лет назад вы покупили новое оборудование, которым просто никто не знал пользоваться. Как? Мультимедийные доски и вот это всё такое новое, с таким программным обеспечением, что просто половина учителей сказала, что не может начать с вами учебный год из-за этого. И у меня там был вопрос по поводу того, что трудности какие с сотрудниками были, но я так понимаю, что это и были трудности, что ваша мечта, она была немножко больше вам нужно было, чем живые люди Харькова, в смысле педагоги, могут вам дать. Вот. То есть, ну, скажем так, им трудно подстроиться было, да? Вот тем, что они ушли. Они же фактически показали, что нам это трудно, мы не можем, да? Ну, вы понимаете, тут проблема может быть в том, что вот вообще педагоги, они, ну, они должны, с одной стороны, они должны быть костными, потому что они сохраняют некую стабильность, да? Хранители традиций. Костность эта порождается в том, что нужно ребёнка научить читать, нужно научить писать, нужно научить считать. То есть у педагога очень маленькое поле развития, можно так сказать, да? То есть есть определённый какой-то некий там объём, вот, даже если это не знание, то умение, навыков, но он определённый, которому сначала нужно ребёнка научить. То есть, ну, грубо говоря, сначала научить варить борщ, ну, а потом уже там какие-нибудь там суши и так далее, да? Ну да. То есть базу какую-то нужно дать. Вот. И поэтому они, естественно, вот это естественно, что они такие стабильные, а дальше эта стабильность также, естественно, закостеневает. То есть они не хотят что-то нового, да? То есть это как бы такой вот парадокс. Это то, что вы столкнули, да? Да, вот это вот сбрасывать себя. Да, но я вот, у меня такая есть поговорка любимая. Это, кстати, тоже из Индии. Что такое бриллиант, даймонд? Даймонд. Умереть ум должен умереть. То, что мы вчера думали, что это вау, какое открытие, да? Вот то, что я говорила по новой украинской школе, что 18 лет назад я думала, что я вот создала то, как это должно быть глазами матери. Что должно быть в школе? Что мать хочет, чтобы была в школе? Ну, чтобы ее ребенка любили, и чтобы ее ребенок, вот весь тот генофон, который мать вложила, чтобы весь этот генофон максимально развился. Ну да, чтобы потенциал реализовался, да. Да. Вот сейчас стоит, если так вот, несколькими словами парадигма меняется в том, что хотят воспитать не просто ребенка, который вот может этот интеллект и эти гены, так сказать, научные развивать. Вот мы все славились тем, что мы вообще развиваем науку. Да, да. Вот. Сейчас на первый план выходит, вот это все остается, а теперь еще нужно подключать эмоциональный интеллект. То есть нужно ребенка с маленького учить анализировать свои себя, свои поступки, свои мысли, свои действия, и еще и анализировать всех окружающих. Вот. Это, конечно, замечательная идея, вот, но к ней-то по большому счету никто не готов. Может быть, мы с вами, как люди, которые этим занимались, ну, уже, наверное, лет 25 тогда, да, вот. А теперь надо этому научить детей, всех украинских детей. Да. Учителями, которые вообще не понимают, что такое эмоциональный интеллект. Ну, я без обиды, но это так и есть. И нас же, что у нас, учителей, никто не научил этому. Мы как кто может, как могу, так и пою, да? Да. А нам надо научить. Вот. Это как бы вот по смене парадигмы, поэтому вот сложность была именно в том, чтобы научить, ну, вернее, заставить, какое-то нехорошее слово, но пока другого я не могу найти, эпитета, заставить учителя убивать свой вчерашний мозг. То есть то, что ты вчера знал, а сегодня уже гены режут и конструируют. Ты должен это знать, если ты учитель биологии, да? Ты должен знать, что уже там открыли экзопланеты, там, наверное, жизнь, если ты учитель физики, и детям это говорить. Да. Поэтому, ну, и для этого нужно всё время искать что-то новое. Ну, надо развиваться, надо вкладывать своё образование, надо не сидеть на месте. И с одной стороны, вы хотите как бы этим самым, мы понимаем с вами, что вы хотите для них хорошего, вы хотите, чтобы у них образовывались новые нейронные связи, вы хотите отодвинуть им Альцгеймера, вы хотите, чтобы они… Да, вы хотите… Вы же… Это же подразумевается. Да. Но, наконец-то, вы хотите увидеть современных преподавателей, а они генятся за это, да, не понимая… Да, ну, это, конечно, с другой… С одной стороны, да, хорошо, что это всё было тогда, 18 лет назад. А если вот, например, сегодня так вот поставить вопрос, а вот сегодня гимназии в Эресене, вот насколько удается давать именно современное образование? Как вот вы считаете, насколько вот удается соответствовать сегодня? Ведь всё-таки уже… Сегодня, наверное, некоторые поменялись, некоторые уже новые у вас есть преподаватели, да? То есть уже ж коллектив-то обновился за эти годы, да? Да, коллектив очень сильно обновлялся. Ну, есть костяк, конечно. Нет, ну, мы все… Ну, это так вопрос нельзя ставить, потому что, ну, вы меня вынуждаете как бы хвастаться. Вот, вы не должны верить на слово, да, но мы всё время шли на, как бы, ну, знаете, может быть, это потому, что я не человек педагогики, да, я никогда не работала в Украине, ну, работала в Москве там, как студентка, но это не считается. А так я не работала в системе школы государственной, поэтому я не знала все её, что там надо. Вот, я пришла и создавала своё. Вот. И откуда я, ну, как бы, что я делала, да? Я смотрела, когда у меня была юридическая фирма, вот, что ко мне приходит? Ко мне приходили студенты. Вот, что им не хватало из школы. Тут это разговор на 4 часа, не будем перечислять, что. Да, ну, вы замечали пробелы, да? Да, и вот всё, что не хватало, вот, как бы, ну, разве вы помните, что вы учили там 18 сентября в 7 классе по физике? Ну, вы помните? Нет, кому это надо? Да? Да. Кому это надо? Вот. А есть глобальные вещи, которые, ну, во-первых, грамотность и красивый почерк, потому что каждый человек приходит на работу. Я как руководитель, с 18 лет я руковожу людьми, как только я вижу, как написано заявление, каждое второе заявление было сказано, я вас не беру на работу, потому что я как юрист в почерке, я вижу всё, там человек, то есть почерк должен быть красивым. Ну, насколько это возможно? Ну, да. Чтение и анализ, то есть видеть подстрочность, вот сейчас это уже, сейчас уже даже новая украинская школа даёт не только подстрочность, наконец-то, а даже шум мыслит другой человек, они хотят, чтобы дети это считывали. Вот. Да? То есть анализировать тексты, любые, ну, поиски информации, ну, дальше там можно перечислять, многие понимают, но этому нужно ребёнка обучить. Но самое главное, ребёнка нужно, как бы, первое, ну, вот для чего я создавала школу, да, это то, что я и не говорила, даже в том, что слетела, это у каждого из нас есть миссия, с которой мы приходим. Ребёнок эту миссию, он её чувствует, когда маленький. Вот надо её за все школьные годы растить. Для этого, для того, чтобы он не сказал, я бы хотел быть, конечно, врачом, но я не понимаю химию, потому что моя химичка была дурой. Или математику я не понимаю, я её боюсь, поэтому я не буду врачом. То есть ребёнку нужно дать все предметы до девятого класса. Никто не имеет, это моя глубокая убеждённость, никто на земле ходящий, человек, не имеет права делать выбор, что ребёнку надо, а что не надо. То есть все предметы школьной программы, они важны. Почему? Не потому, что биология ему нужна, а потому, что я не знаю, до сих пор я не знаю, почему так сделано, но как-то оно так сделано. Что биология учит систематизировать знания. Все. Ни один предмет больше не учит этого. Вы понимаете? История учит устанавливать причинно-следственные связи. И только история это учит. Математика сама по себе вроде бы как занимается высшей мыслительной деятельностью и берёт вот этот анализ, но она это всё делает на такой скорости, что ребёнок не может проанализировать задачу. Логику химия нужна только для установления логических связей. Понимаете? То есть предметы нужны для развития мозга. И для того, чтобы ребёнок сказал, да знаю я эту химию, нечего делать, но мне не нравится. Всё. Но с логикой у него в порядке. Но знаю. Но знаю. И он тогда сделает вот этот выбор. И в этом большая разница. Когда он говорит, я не люблю, потому что не знаю, потому что, как вы сказали, химичка была неадекватная, например, по каким-то причинам, неважно по каким, кстати. То ли потому, что она просто работала, потому что на работу туда ходила. Химичка ни при чём. Дело здесь нужно, что химичка ни при чём. Дети любят того учителя, чей предмет они понимают. Вот всё в порядке с предметом? Учитель бриллиантовый. Да. Как только они ничего не понимают, учитель становится плохой. Да. Поэтому вот как бы первый, ну такой основной блок, что до девятого класса надо знать все, ну учить. И хорошо, чтобы ребёнок мог сказать, я всё знаю, всё понимаю. Да? Вот. И потом уже в 10-11 классе делать выбор. И вот эту миссию как бы пронести. А для этой миссии ребёнок должен, ну опять же вот все говорят, что там, допустим, не знание. Но понимаете, знания нужны не как, что вы помните там закон Ома. А что вы знаете, что если вам нравится физика, то вы все человеческие отношения решите с помощью физических законов. Если я физику не учусь, а мне нравится химия, то я точно так же логически всё, почему вы так со мной себя ведёте, я могу это логически всё как бы докрутить. То есть все школьные предметы нужны для того, чтобы ребёнок умел, ну как вот конструктором играется, вот так вот со своей миссией. Но чтобы он был полноценно рад. Да. Он со своей миссией так же будет играться. Он будет знать, какой пазл, какой кубик как построить. Вот. И вот это, конечно... Гитая, вы хотите сказать, что получается, что для того, чтобы это всё важно для того, чтобы ребёнок не сказал потом, я потянуться не могу за своей миссией по причине того, что там вот... Совершенно верно. Да. Чтобы у него была свобода, куда потянуться. Да. Совершенно верно. И вот тогда, если мы, взрослые, не создаём эти условия, если мы не дожимаем ребёнка, не требуем от него, не помогаем ему, ну вот ваши пять, да? Да. Более этих. Вот. То мы преступники перед Богом. Да. Потому что мы, взрослые, знаем, что надо нашему ребёнку. Ну, нашему ребёнку имеется в виду родители и в школе. Соответственно, каждый учитель, поверьте, какой бы он ни был, даже посредственный, он очень хорошо чувствует детей. Очень. Потому что дети перед ним как на ладони. И если ты не можешь объяснить, то дай учебник, открой, скажи, давай решай. Он сам до всего зайдёт. Может, даже лучше, чем с учителем. Но главное, это вот такое слово «дожать». Да? Да. Мы, взрослые, должны вот это вот каждого ребёнка... Эту ситуацию дожать. Эту ситуацию дожать, да. Да. Но тут надо правильно понимать, что когда вы говорите «дожать», вы же имеете в виду, много. Не физически дожать, на ребёнка нажать, а дожать в плане качества обучения, в плане качества самого педагога, в плане... Потому что, знаете, если бы я в детстве попал бы в вашу лабораторию химии в Монте-Сори, я бы сказал бы, можно я тут буду жить? Да. Я когда увидел это своими глазами, ну это, конечно, да, вот эти вот столы с умывальниками, вот это всё пространство просторное и напитанное прямо всем этим, это, конечно, впечатляет. И поэтому да. Поэтому вот в такой химической лаборатории можно говорить о том, что «а попробуй теперь химию не полюбить», например. Это важный момент, конечно. Виктория, у меня такой ещё вопрос. какая-то была ли от родителей позитивная обратная связь для вас, которую вот вы запомнили, и у вас как-то вот после этого, ну можно сказать, крылья выросли, что называется. Хотя я понимаю, что вы, реализовывая свою мечту, у вас и так крылья расправлены, но тем не менее, вот что такое от родителей вам или, может, от учеников вам приходилось слышать, что особо запомнилось, и это было таким, ну может быть, или неожиданным, или вот таким, ну что в памяти как-то засело. Ну, понимаете, тут как бы, ну, мне тяжело ответить, потому что, ну всё, ну позитив тут, такое, может, это моё там тщеславие, но я знаю, что мне скажут родители и дети, когда им будет 20 лет, 23, 25, там 30, да. Вот, я это, я уверена на 100% в этом, да, и, ну опять-таки, вот это не один такой случай, а это, ну то, когда я там на базаре, на улице, не знаю, в парке там встречаю родителей своих, даже тех, которых выгнала, вот, и они все говорят, что это, Версен, это лучшие годы жизни ребёнка, и они так говорят, вот, вот, буквально там этим летом я встретила мамочку, которая, это получается, ну да, это вот мои 11-классники, вот, они были в первом классе, и отучились в первый класс, а потом уехали в Польшу, вот, и вот, ну как, ну это же из области фантастики, ребёнку уже 18 лет, он говорит, мало того, что он до пятого класса катился на этих знаниях, ну они в садике были, а потом первый класс отходили, говорит, вот первый класс, это моё счастливое детство, вот, моё счастливое детство было в гимназии Выросы, то есть, ну я знаю, что... Ну это дорогой вольтой, да, я согласен. Да, но я просто, понимаете, здесь как бы, нельзя сказать, что это меня, там, не, ну конечно мне это очень приятно, вот, но это просто подтверждает, это не... Но я в этом не сомневаюсь, потому что, я ещё раз говорю, потому что я как, у меня четверо детей, и двое из них учились в лучших школах города, я знаю, как я училась, да, я знаю все свои слёзы, и слёзы своих детей, и свои бессилия, что-либо сделать, хотя там были мои учителя, мои одноклассники, я ничего не могла сделать с этой системой, понимаете? Ну да. И я это сделала всё в школе, то есть, не гнобить ребёнка, поддерживать его, любить его, да, помогать ему изо всех сил, требовать от него невероятно, что, да, вот, вот, я просто создала то именно на ошибках, поэтому, как бы, я больше знаю, что я даю, нежели родители, я, тут можно было бы сказать, ну, так всегда, грусть, грусть в том, что, к сожалению, то, что я делаю, оценят только через 3-4-5 лет, через 4-4 годы, да, да, мне это очень знакомо, я это тоже знаю, я в связи с этим даже, да, я, ну, я, как бы, скажем так, в каком-то смысле, в какой-то момент, наверное, в общем-то, для этого и попробовал сделать телеграм-канал для родителей, в котором я могу больше сказать, что вообще делается на уроках, потому что действительно, я это тоже с этим, да, сталкивался, что им даже непонятно, что делается, да, та глубина, которая вкладывается, она не совсем, она потом, да, но всё равно, она потом всё равно прилетает, и это хорошо, просто что, да, это уже после нас, уже там через год, два-три, потом это приходит. Виктория, как… Вот ещё я отвечу на этот вопрос, вот, ещё такая у меня мысль, как бы, она ещё не притворилась, да, но я вот каждому выпуску, я, ну, желаю, я им рисую их вершины, я в них верю, что потенциал этот есть, там, и Нобелевские премии, и какие-то открытия, и какие-то там невероятные какие-то изобретения, да, вот, и я всегда говорю детям, ну, говорила, по крайней мере, на каждом выпускном, что 10% от вашего, ваших премий, да, пожалуйста, дайте на развитие школы, дайте на стипендии детям, может быть, на обучение зарубежонное, давайте вот создадим этот план, вот, и, и вот смех в зале такой нехороший, да, как сумасшедшая, вот, вот это как бы, но я верю, что это все равно будет, вот, когда-нибудь, но, вот первые ростки, когда родители помогают, что-то такое вот невероятное, там, дарят, делают, и тоже с такой, знаете, вот как, ну, со слезами на глазах, они благодарны, что этот дар принимается, да, последняя, у нас родители, швейный цех, и мы им заказали, сказать, давайте мы купим сумочки такие, как для эко, как экоакцию, купить сумочки, сделать, чтобы дети вышли свою эмблему, вот, и носили продукты не в пакетах, не в кульках, а вот в магазин ходили с этой сумочкой, и объясняли людям, что надо вот использовать многоразовые сумки, да, вот, и вот, ну, родители все эти сумки для всех детей пошли, сказали, деньги не надо, вот, и это вот, ну, вот это, вот это как бы, когда то, что я хотела, что это счастье заразно, да, и что оно будет тиражироваться, это, конечно, этого очень хочется, потому что я это делаю не ради, там, вот какая я великая, там, Господи, я была великим адвокатом, у меня замечательная семья, замечательные дети, то есть, я самодостаточный человек, мне не надо там на чужих детях, я кайфую от того, что мои дети достигают чего-то, дети вот школьные, да, что у них складывается судьба, что они там удачно находят себе спутника, вот это как бы кайф, да, но то, что это должно тиражироваться, вот это как бы очень хочется, потому что это, ну, классная штука, это может быть, коронавирус для этого нам и дан, чтобы мы наконец-то научились помогать людям просто так, ценить, да, вот это движение души, движение сердца, да, что эта энергия, она действительно существует, и она вершит как бы огромные дела, вот это. Ну да, в этой непростой ситуации действительно это становится особенно ценно, так бы, да, потому что когда мы до этого жили в сытости, в покое, в норме, всё это как-то было так, между прочим, так сказать, а сейчас это выходит на, просто становится, на передовую выходят эти все поступки, это важно, да. Виктория, а вот как устроен день, обычный день по расписанию, это может быть очень важно, вот, ну, для родителей, день как устроен, и как устроен год ученика, вот, ну, обычный день и год, как это всё, во сколько начинаются занятия? Да, мы начинаем, приходим в школу в полдевятого, вот, и у нас обязательно утренняя зарядка, вот, и обязательно, опять же, её цель этой зарядки, ну, во-первых, подышать воздухом, поболтать, что за ночь случилось, и прокричать, вот сколько лет мы уже кричим во дворе, я люблю школу, я люблю свой город, я люблю школу, я люблю свою семью, я люблю себя, и вот с этой любовью, да, вот, казалось бы, такие простые слова, но они заряжают детей, правда, заряжают, вот, и дети с улыбкой входят в школу. Уроки начинаются с 9 часов утра, вот, сделаны они, ну, расписание ежегодно создаю я сама, потому что я вот туда вот всю свою энергию, как бы, я думаю по детям, вот, какой класс, когда просыпается, какой поставить урок, чтобы они поспали, ну, ничего с этим не сделаешь, да? Ну, да, 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 вот, потом еще очень важно, это то, что, конечно, этой роскоши не могут себе уже позволить, точно, государственные школы, это, чтобы, если у ребенка, например, второй или третий урок был математики, то это урок у него сохраняется, ну, максимально долго, да? Ну, тут, конечно, зависит от учителей, ну, вот, как они там, да, но, в принципе, вот, стараюсь, чтобы, вот, английский, вот, как начался он в первом классе, второй, третий урок, так всю жизнь он второй, третий урок, то есть вырабатывается уже как, я не знаю, ну, как на уровне инстинкта, да, что это сейчас английский, сейчас математика, вот, в первой половине дня стоят сложные предметы, причем тоже я как бы вот с годами, вот, недавно мы совсем пришли, ну, может, года четыре, вот, мы учим как бы блочно, то есть мы стараемся еще сократить предметы, чтобы ребенок делал одновременно, ну, во-первых, в течение дня и в течение семестра, вот, чтобы он делал, ну, минимально возможное, вернее, максимально возможное минимальное количество уроков, вот, то есть мы, допустим, биологию вычитаем за полгода, да, вот, при этом, то, что вот тоже не учитывают, как бы, школьная программа, что 1 сентября это один ребенок, а в конце мая, это, ну, хорошо, в феврале это другой, он вырос, трое полугодие, вот, а более сложные мы даем, дети растут, и получается мы как бы подстраиваемся под их биологическое время, да, вот, то есть у них завтрак, обед, ужин, первой половине дня у них сложные предметы, вот, предметов, опять же, количество предметов столько, сколько необходимо для этого класса, то есть если этот класс, вот эту программу по математике, которая государство подумало, что все дети могут освоить за 4-5 часов, а этому классу надо 8, значит у них будет 8, а у этого 10, значит у них будет 10, да, ну вы можете спросить, а за счет чего вы это делаете, да, ну, да, мы некоторые предметы, которые я считаю, что они не очень важны, вот, мы их там максимально сокращаем, это такая кромола, я думаю, что никто как бы не обидится, но зато 2 часа английского каждый день у детей, вот, и естественно практически все, ну практически все, и украинский, и история, и химия, и физика, и биология, ну математику я уже сказала, вот, они даются в значительно большем количестве уроков в неделю, хотя я говорю, допустим, родителям, что если честно говорить, я просто добросовестно выполняю государственную программу, я ничего такого там детям на самом деле не даю, вот она сказала, мы это выполняем, но мы это выполняем добросовестно, да, вот, еще у нас есть такой, ну еще есть, конечно же, занятия по Монте-Сори, в Монте-Сори лаборатории, это когда дети 2 раза в неделю, когда 1 урок, это когда 1 раз в неделю, это дети, ну это с 5, 5, 6, 7 класс, дети приходят в Монте-Сори лабораторию, они выбирают себе зоны, либо физика, либо химия, либо биология, либо география, и работают, ну, там есть лабораторные, вот что они хотят, то они и делают, кстати, вот до войны, дети делали порох, очень сильно, они знали, сколько надо добавить, не помню, что там еще, он там состоит, честно, забыла, но сколько его надо добавить, чтобы хорошенько бахнуло, вот, и как только, вот эту мы пережили, 14-й год, больше, вот сколько лет, сколько существует, никто из детей, не хочет делать порох, вообще ничего взрывать, это парадокс, да, вот, то есть, дети занимаются физикой, химией, биологией, еще не зная вообще, что такие предметы существуют, потом это же время используется для лабораторных, вот, по этим предметам, и один раз в неделю, с пятого класса, мы учим детей писать научную работу, то есть, этому мы учим прямо, ну, это в программе тоже есть проекты, которые, ну, родители знают, что это такое, нам задали реферат, мы, а потом мы боремся с плагиатом, мы открыли интернет, скачали, картинки скачали, текст с Википедии скачали, справились, и так ребенок с пятого класса печатает это все, понимаете, что мы делаем, а потом ему за это будут ставить двойки, а потом его за это за границей вообще выгонят, ну, кому такое лучше. Вот, поэтому мы с пятого класса, во-первых, даем темы такие, которые дети не найдут в интернете, да, не найдут, ну, как, они найдут какой-то материал, они должны его обработать, вот, есть программы специальные, мы учим детей с пятого класса, как проверять на плагиат, как правильно вписывать строку, где ты использовал, где ты брал этот материал, и тебе выдаст, как ее делать правильно сноску, ну, то есть, по сути, пишем ребенка, как писать диссертацию, вот, и ребенок таким образом, маленький сначала делает научные работы, презентации создает, так постепенно, 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 к восьмому классу, это выливается в мановские работы, то есть, это малая академия наук, все дети у нас пишут мановские работы, и мы ежегодно побеждаем на области, ну, на районе, понятно, но ежегодно, как бы, грубо говоря, из 56 детей старшей школы, у нас, ну, это 65-го, да, вот, у нас всегда, ну, где-то 23 работы выходят, вот, но главное, опять-таки, нам не надо, мы уже сами-то, ну, дети-то хотят места, а дальше там коррупция, вы же сами понимаете, вот, и мы уже как бы и детям говорим, да не надо это, господи, мы эту грамоту сейчас вам распечатаем, да, но самое главное, чтобы ребенок научился, потому что это колоссальная работа, это сделать, сделать исследование, его описать, и сделать презентацию, и перепрезентовать, и он только в школе тренируется раз 9, прежде чем он научится выступать перед публикой, а задачи-то в малом, презентовать свои мысли, да, свои мысли, свое исследование, и свою концепцию, да, да, ну, это очень здорово, кстати, да, вот эта мановская работа, она у вас, ну, как бы особняком выделена вообще-то, в этой школе, это, но я вам скажу, что вот я, допустим, ну, носилась как дурень с писаной торпой, с этой мановской работой, и казалось, что я такая великая, и вообще придумала такое, и никто в мире об этом не догадался, вот, но у меня сейчас мои дети учатся в Канаде, вот, и если мы, честно говоря, ну, из-под палки заставляем, они, честно говоря, не понимают, зачем это надо, это мы понимаем, для чего, что им пригодится, вот потом они прибегают на третьем курсе, ой, спасибо большое, ой, у меня же там вообще все, вообще, это the best, да, да, они уже к этому привыкли, это уже их просто родной навык, который они в школу вынесли, не понимая еще какой-то бриллиант, да, то вот сейчас, вот я увидела, что в Канаде за год, они написали 8 работ, 22 страницы на английском языке, понимаете, то есть мир этот весь, это делает уже давно, ничего такого, это стандарт у них, понимаете, у них это стандарт, вот, но вот таким образом можно говорить о том, что конкурентоспособных абитуриентов для европейских и зарубежных вузов, вы готовите в том числе, это же важно, да, наши детки, все, кто уехал за рубеж, они учатся на отлично, и вообще никаких проблем нет, то есть, это да, это как бы... Виктория, а вот про день, про день ученика, вот приходит он в 8.30, зарядка в 2.30 на это уроки, зарядка, уроки, завтрак, уроки, обед, уроки, ужин, урок и домой. А во сколько домой? Во сколько домой? 6 вечера, да? Да. То есть, фактически, с 8.30 до 6.00, уроки они дома не делают, все происходит в сфере. Уроки дома не делают, задаем только на субботу-воскресенье, и то это... Ну, у нас еще что? Мы как бы на каждом уроке ребенок пишет срез, то есть, так называемую самостоятельную работу, маленькую, на 10 минут. Это показатель того, чему ребенок научился на уроке. Это программа интеллекта? Нет, это мы придумали сами. А это интеллекта? Да. И опять же, вот если вы, допустим, написали срез на 7 баллов, а мы понимаем, что вы можете учиться на 10, то мы вас будем заставлять переписывать до тех пор, пока вы этот срез не напишите на 10. Если вы думаете, что дети прям сели, взяли, списали, там, и у друг друга спросили, ничего подобного. То есть, они такие же дети, как и везде, они это не хотят, они там... Но зато мы не слазим, пока не сделан этот срез, да? На ту оценку, которую мы предполагаем. И домой задается, вот если срезы вот эти накопились, не сданные на максимальную оценку, тогда их дают домой. Дают домой устные какие-то вещи, но вообще стараемся, конечно, даже, ну только разве что из литературы читать. Вот. Но стараемся даже устные предметы делать с учителем, разбирать всё, потому что ребёнку нужно это всё объяснять. Да? Ну да, конечно. Разжёвывать, чтобы было всё понятно. Вот. Ещё у нас такое новшество. Мы придумали, то есть мы увидели, что очень плохо у детей с культурным уровнем. И, ну даже в каком плане, понимаете, дети не понимают, кто с кем из писателей вообще дружил, кто на кого повлиял. как бы, и вообще о чём речь. Да? И вообще, что на эти произведения поставлены шикарные спектакли. Вот. И много всяких критиков интересные вещи говорит. Поэтому мы выделяем... У нас, получается, вот в этом году была одна пятница в месяц, а в следующем году мы так хотим сделать две пятницы в месяц. Вот. когда детям даётся проблемный вопрос, вот. Ну вот, например, мы обсуждали «Возможен ли Чацкий в нашем обществе?» И если Чацкий... И кто Чацкий в России? И дети, все, кто почил в ВОЗе, Навальный и там, да? Вот. Дети их всех вычислили. То есть сами. Мы не говорили это, да? И почему у нас нет Чацких? Вот это наша свобода драгоценная, да? Украинская. Вот. У нас нет Чацких. У нас некому... Чего бунтовать? Хочешь – делай день. Такие проблемы, да? Да. Они прочитали и дома прочитали, ещё раз прочитали. Просмотрели спектакль, да? Мы это обсудили. Шикарный есть Дмитрий Быков. Прекрасный. Да, да, да. Да, лекции. Вот прослушали лекцию. И потом обсуждают это в группах и выступают. Ну, и там много. И исторические, допустим, кем было, чем было казачество. Это пиратская республика? Или это наёмная армия? Или это украинское государство? То есть что это такое? Вот, да? Вот. Такие вопросы, допустим. И вот каждому классу свой вопрос. Или есть такое прекрасное произведение Полиана, его дети читают. Да, да, да. Да, вы знаете. Да, да, да. Это просто психотерапевтическое произведение. Вот, да, видите. Для подростков. Вот детям, допустим, шестому, пятому классу даётся задание побыть Полианой. Ну, а мы им, естественно, создаём там всяческие условия. Ну, например, приходят они покушать, а им говорят, а вам сегодня обед не приготовили. Да. Что бы сказала Полиана? Да. И они, ой, и мы поняли. Ну, сначала там крики, потом мы поняли. Ну, вот так вот как бы надо жить, да? Да. Чтобы ребёнка чему-то научить, это бесполезно говорить, будь добрым, будь чутким. Да, не-не-не, надо через собственную кожу это всё пропустить. Вот, это очень. И вот это тоже даёт. И ещё у нас такая фишка, это турниры, конечно же. То есть турниры, мы по всем предметам выступаем. Ну, вот до карантина мы вообще были как бы первые, вторые места мы занимали по биологии, истории, философии, праву. Вот. Но играем мы в турниры по всем, и по журналистике, по всем предметам. Играем внутри. Ну, в этом году благодаря коронавирусу мы создали по две команды внутри школы. То есть обычно у нас была одна команда, и мы ею ехали ну, на всю округу. Вот. А из-за коронавируса мы просто создали внутри школы по две команды каждого предмета и играли дети. Потому что турниры это вообще великолепно. Это, ну, вот, например, там по биологии адаптивная роль плача. И дети должны, да, вот что слёзы, это не плач. Вот. Это железа. Вот, да. Или, например, если бы учёные сделали такой термин, как микропираты, кто бы это был? Вот, похоже, очень много, вот я помню, дети, мы им там, а там типа этот, да, вирус там какой-то. Да, я тоже про вирус сразу подумал. Нет, он же жрёт и погибает донор. А пираты, они ж грабили, но они не убивали. Бактерии? Они там чуть-чуть забрали и ушли. Не бактерии, нет? Не, не, там микроорганизмы там есть, они там находили таких специальных там какие-то. Оказывается, вы знаете, оказывается, тоже нашли, вот так они копались, копались, нашли, да там всего в мире где-то, ну, штук 10 всего статей на эту тему и тут только на английском языке. Вот. Они нашли, оказывается, есть какой-то вирус там где-то у берега в Африке. Вот. Он, когда ныряет человек, если он попадёт через носоглотку в мозг, ну, так, да, вот, ну, там останется жить пять дней. Да? Серьёзно. Да, да, ну, столько в мире интересного. Да. Вот. И вот это, вот это как бы, вот это развивает детей, понимаете? Это вопросы, на которые в мире может ответить человек 20. Вот это развивает детей. Да. Нет, ну, это здорово. Да, а терем у Пифагора, ну, что там, открыл и... И вот она. Это просто слишком, да, я согласен. Виктория, а вот вы сказали, приходят на обед, про поляну, когда говорили, о особенностях питания. У вас же своя кухня, получается, да? Вот. И свои повара, и полностью своё питание, да, то есть полностью всё готовится в школе. Да. Ну, если бы я не была адвокатом и не была бы директором школы, то я была бы, наверное, самым лучшим ресторатором, потому что я не знаю, откуда у меня, у меня дедушка был поваром, не знаю, откуда у меня такое вот любовь к вкусно накормить, у меня даже кличка есть по городу скатерть самовранка, то есть я очень люблю накормить людей, вот, и как бы всё, вот всё, что есть, школьное меню, это составляю всегда я сама, ещё там, ещё с момента, как бы, зарождения, но вот мои дети росли, что они ели, то мы, как бы, добавляли, вот. Но в этом году мы, например, питание у нас очень хорошее, вот, то есть мы, ну, например, как бы, тоже чисто случайно, вот, что-то мне перехотелось готовить на подсолнечном масле, и мы всё готовим только на оливковом масле, а вот в этом году мы, ну, опять-таки, вот старшая дочка подсказала, это она, кстати, у них там есть такой предмет, как ещё называется, господи, вылетела, ну, ещё мучают правильное питание, но там правильное питание всех живых организмов. Внутри, 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 да, 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 внутри цел, да, 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 и она дала программу, хронометр, вот, программа, которая вводишь туда питание, всё своё, и программа делает таблицу, сколько, и там полный расклад, жиры, белые, бирки, углеводы, это понятно, а дальше все микроэлементы и витамины, сколько ты потребил, и, как бы, кружочки эти, и вот мы, значит, что мы сделали, мы, во-первых, дети записали своё меню, сколько они едят, да, как в количестве, там же количество должно быть, вот, ну, и увидели вообще, как они живут, мне непонятно, потом они вбили каждый меню школьное, вот, поняли, что там всё, как бы, сбалансировано, но всё равно не хватает, то есть, вот мы на следующий год надо ввести обязательно селёдку, вот, если мы теперь посмотрим кремлёвское меню, там всегда была селёдка на обед, вот, селёдка должна быть обязательно, обязательно должна быть красная рыба, но её не надо думать, что о, сейчас будем там, да, ничего подобного, 39 гривен, килограмм голов лосося стоит в метро, вот, красная уха, и дети получат своё омега-3, и ещё там фосфоры и кучу микроэлементов, вот, ещё надо, как это не парадоксально, но сало, 30 грамм сала, потому что там то, что, ну, может замениться только устрицами, между прочим, ну, это же вообще, вот, и печень говяжья, вот это то, что, как бы, нужно добавить обязательно, это то, вот, и это тогда восполнит полностью, будет просто, как, эталонное питание, вот, ну, а так мы, допустим, едим индюшатину, телятину, курятину, творог, каждый день творог, вот, причём могу даже похвастаться, это наш вот этот агромол шикарный, там, творог, сметана, масло у них, ну, просто сейчас это как ГОСТовская, вообще, нет, тем не менее, Виктория, у вас же есть ещё и место вегетарианцев, да, у нас есть, они его отводят, у нас есть дети, вы здесь не выгоняете? Нет, у нас есть дети-вегетарианцы, и тоже можно, да? Мы там им отдельно, да, делаем, у нас есть дети, которые непереносимость глютена, безглютеновая диета, безглютеновая диета, да, ну, у нас диабетики, у меня сын диабетик, и мы диабетиком, как бы, делали, ну, это не значит, что там, просто выщипывается. Я это и захотел уточнить, а то родители послушают, скажут, Виктория, вы, конечно, молодец, ну, у нас вегетарианец, чтобы такого не было. Нет, ну, вегетарианцы, как бы, ну, не вопрос, если там что-то у нас, ну, там, разные, и аллергики, очень много аллергиков детей, ну, там, и мы можем сказать, что мы даем, это не значит, что у нас ресторанное питание, и мы там каждому, прям будем сейчас на подносе приносить, но мы просто говорим, вот давайте, что мы из этого выберем, если что-то там надо вам добавить, ну, давайте, свое добавьте, мы это все дадим ребенку, вот, ну, еще находим компромисс, это как бы, компромисс, да, не, ну, как, то, что, то, что ребенок ест, вот, это же ведь, это он, и это мозги, которые мы напрягаем целый день, поэтому питание, это, ну, огромная, важнейшая составляющая, да. Ну, да. Виктория, я знаю, я знаю, что у вас английский язык реализован по программе School of Tomorrow, да? Да. Я походил в класс, видел этих детей, видел, как они там корпят над учебниками, там все на английском, их это не пугает, они спокойно с тем работают, вы сознательно в какой-то момент вот выбрали эту программу, да, увидели ее результаты, то есть, да, это, это технология, вот, придуманная американцами, причем ее создавали, ну, достаточно большое количество лет, психологи, учителя, она сделана, как дистанционная школа, то есть, ну, не дистанционная в том плане, что, как мы сейчас это понимаем, да, это учебники, в которых все прописано, абсолютно все, то есть, сделаны, допустим, цели, потом картинки со словами, потом минс, это значение этих слов, предложение с этими словами, и тексты, тексты сделаны вообще великолепно, потому что они сделаны психологами, то есть, ребенок, когда читает текст, он прямо весь туда ныряет, потому что, погружает, мавится все, ну, я вот родителям часто задаю такой вопрос, чтобы было понятно, о чем же эти тексты, да, ну, например, вот и вам тоже задам этот вопрос, не стесняйтесь, если вы не знаете, я тоже не знала, вы знаете, какие яйца у змеи? они, они, во-первых, мягкие, как резиновые, растворяются в воде, то есть, что делает лангуст, он их катит к воде, и они там растворяются, погибает этот змееныш, зародыш, да, вот это вот учат дети в третьем классе, то есть, тексты все, как бабочка рождается, все то, что интересно ребенку в его возрасте, опять же, там, допустим, в седьмом классе, причем, я так думаю, для чего они это изучают, там полностью вся структура самолета, полностью, да, ну, пацанам интересно, вот, да, то есть, и девочкам, и мальчикам, чтобы было, как бы, интересно, ну, очень, и там вот сделаны у них эти все тексты, не так, как у нас, да, читаем текст, вот, и там, эти, эукариоты, прокариоты, да, там, 17 терминов на один параграф, а там обязательно, либо это дедушка, либо это папа, либо это мама, либо это дядя, либо это там пастор, кто-то, либо учитель, прям в тексте, он рассказывает ребенку, то есть, они пошли туда, делают то, и он ему объясняет, то есть, ребенок задает вопросы, те, которые может задавать ребенок в третьем классе, в четвертом, пятом и так далее, да, а ему отвечают и рассказывают это все, и все это на английском языке, вот, еще, как бы, классно, что, там все так сделано, что, вот мы считали когда-то, слово новое употребляется 21 раз, ребенок не учит, как мы, table, стол, table, стол, table, да, что такое стол, а, забыл, да, да, вот, а он читает текст, контекст просто зашивается, да, чтобы оно постоянно, да, фигурировало, пока оно не запомнится, но 21 интересное число, говорят, и выстрелы, 21 день формируется, потому что даже у нас была девочка больная ДЦП, то есть любой ребенок выучит английский язык, у нас сейчас мальчик с аутистическим отклонением тоже прекрасно читает, лучше, чем на русском, читает на английском языке, то есть вот так вот все сделано, да, для любых детей, ну, только время, и там дети идут в своем темпе, мы торопим их только на время, да, вот, и еще, допустим, ну, помимо того, что интересно, там все школьные предметы, но мне, допустим, вот, то, что меня поразило в свое время, как маму, вот, первый текст, который читает ребенок, это текст о свободе, что самое главное, это свобода, свобода это выбирать себе место проживания, президента, вот, законодателей, которые будут писать законы, вот, то есть вот такое уважительное отношение, потом, там, это все в первом классе, у ребенка есть сразу картинка джадж, судья, вот, и друг учится одновременно, то есть даже ассоциативно ребенок, да, на другой страничке сразу учат призн, тюрьма, вот, грех и зло, вот, полицейский друг, вот, то есть полицейский помогает, причем полицейского показывают детям, не как какой-то там дядя на машине, а как человек, который переводит через дорогу, правильно, где дети встречаются, на дороге сначала с ними, а потом уже там лучше не встречаться, да, вот, да, что это он защищает, он как бы помогает, то есть очень, ну, вот с точки зрения формирования правильного правового мышления, очень правильно все сделано, сделанных, вот, ну, и вот мы выделяем два часа времени, то есть, по сути, да, и книжечки разделены на английский, English, собственно, грамматика, word building, это слово построение, вот, science, это все точные науки, вот они, один пейс, просвещен какому-то одному разделу, и social studies, это общественные науки, и история, история и права, и география, и вот это чередуется, вот, ну, и таким образом, дети наши, вообще, без вопросов, учатся за рубежом, вообще без, конечно, это не значит, что прям мы там вот все, мед пьем, или там закусываем, и прям это все как прям вот так мягко идет, нет, это тяжело, и сопротивляются дети, но вот то, что мы с вами говорили, что додавливаем их, что надо учить английский язык, надо. Да, но это, это как средство сейчас, это уже просто, это как средство, совершенно, да, это, поскольку поменялся просто, если раньше английский язык когда-то давно был, как вот рядом, может быть там с физикой, с химией, то есть это предмет, он есть, но неизвестно, пригодится ли он, то сейчас нет вопроса, не пригодится, пригодится, никто сейчас не размышляет на эту тему, поэтому здесь, конечно. Виктория, вот я хотел, чтобы вы немножечко сказали про тест Аристотеля, а почему немножечко, потому что я с вашей Татьяной Волковой договорился об отдельном интервью на эту тему, потому что меня поразило то, что, во-первых, я рад, что это есть у вас, и я просто этого нигде не встречал, и Татьяна мне сказала, что это вообще-то попробую еще встретить, на русскоязычном пространстве, это удивительно. Да, это вот, знаете, вот когда я открывала школу, и вот я ходила к ректору фармакадемии, я хотела, говорит, давайте я буду со всей Украины выбирать детей, фармацевтов, но у них должен быть нюх, насколько я понимала, ну вообще надо, где-то же должны быть тесты, которые определят, что это фармацевты, да, вот, ну и он там смеялся надо мной, вот, ну и я же таки создала школу, и все мои дети все, что хотят, то они потом и выбирают себе в жизни, вот, и мы искали долго инструменты, ну, не одна же я такая сумасшедшая, должны быть еще, вот, да, и мы искали что-то такое, да, потому что все тесты, которые существуют у нас, на нашем пространстве, они смешны, вот, это Кипрский университет, они, ну, в свое время, то есть уже, мы им пользуемся уже 18 лет, а они до нас еще 10 лет, они его разрабатывали, вот, ну, естественно, под себя, вот, они создали там много разных субтестов, и вот они дискретным способом вычисляют, сканируют чека, но это действительно сканер, потому что я проходила, когда я проходила этот тест, ну, допустим, то, что я юрист первоклассный, это я понимала, то, что я там педагог от рождения, это я тоже как бы понимала, да, вот, то, что у меня очень хорошо получается туристический бизнес, я имела когда-то туристическую фирму, это тоже я понимала, но то, что я продюсер, а понимаете, в чем дело, я когда нанимала студентов себе на фирму, вот, а потом я плакала, когда они становились прокурорами, судьями, нотариусами, я-то их 300 лет для себя создавала, понимаете, что мы тут будем процветать, вот, и вот здесь в школе я вот это нашла, то есть я кайфую, когда мои ученики лучшие, когда они завоевывают международные, на международных олимпиадах, первые и вторые места, когда мы везде на турнирах побеждаем, когда дети побеждают, я от этого получаю истинное удовольствие, вот, это продюсерский талант, он у меня оказывается выше даже всех остальных, то есть это тест, который показывает, в чем его преимущество, тест может показать, в чем ваши склонности, там, еще что-то такое, там, кто вы, человек природы и так далее, а здесь, вот, вас сканирует машина, все ваши способности, таланты, все, что там у вас есть, ваши хотелки, вот, и сравнивает весь этот набор, весь, вот, как бы он его миксует, и делает некий коктейль, и дальше, вот прям, как химия, этот коктейль, он сравнивает с лучшими профессиями, профессии, то есть, как вы, если вы билете... Со своим таким коктейлем? Да, вот как ваш профессия с этим, с этим коктейлем, как они коллинируются, вот, и показывает, в какой профессии вы будете лучшей в мире, второе место, третье, четвертое, ну, мы рекомендуем, как бы, смотреть на один-два, вот, то есть, первое, второе место, ну, потому что четыре, это, ну, как бы, ну, 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 посредственность, ну, мы так считаем, хотя, да, хотя, ну, и так неплохо, ну, не все дети, конечно, один, но есть уникальные, у которых много единиц, да, вот, ну, не у всех один, но надо понимать, где ты, потому что, ну, как бы, мне немножко вообще страшно, понимаете, хотя говорят, надо менять, конечно, надо менять, но все знания, которые у меня там были в адвокатуре, я их применила здесь, да, знания, они должны быть, ну, как бы, работать дальше, они... Гитария, никто же не отменял междисциплинарные связи, да, то есть то, что, потому что хорошему продюсеру, да, а вы все про детей сказали, вы же не забывайте, что вы еще и педагогов, продюсер, это да, потому что, поэтому у вас серьезная вообще продюсерская компания, можно сказать, знания юридические лишними никак не будут, то есть получается, конечно, вы их применяете, конечно, это здорово, но вы продюсер, оказывается. да, поэтому, ну, я считаю, что это вообще то, что, я не представляю, как можно без этого теста, он единственный в мире такой, вот, точный, вот, разные есть тесты, они разные там показывают, ну, и, как бы, ну, но он настолько объемный, 32 страницы анализ, ну, вы видели, да, 32 страницы, анализ человеческого, по-моему, 16 вопросов, нет, 140 вопросов, 140 вопросов, и, 400 вопросов, 140 минут, да, я помню, 400, по-моему, то ли 13, то ли 16, да, 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 вот, что такое, Татьяна называла, да, да, вот, ну, и вот, на основании этого теста арестон, то есть, если мы, допустим, не видим, что ребенок с биологией, от ребенка, я пойду там с биологией, а мы, допустим, не видим, ну, не было, ну, такого не будет, ну, может быть, да, гипотетически, то мы все равно откроем ему биологические профили, будем его учить, то есть, мы ему верим, этому тесту мы верим, что это... Но самое интересное, что есть результаты классные, которые подтверждают, что это таки, да, сработало, что результаты теста сказали ребенку, вот это меня поразило, конечно, это самое главное, да, потому что мы можем много, петь дифирамбы тесту, да, но вот я у Татьяны спрашиваю, говорю, Татьяна, а есть ли... Ну, и вот я всем обещаю, что интервью с Татьяной будет, и прям подробно, потому что это можно проходить, несмотря на то, что кто-то, возможно, не является вашим учеником, а проходить... до 60 лет нужно... У нас очень много родителей, кстати, поменяли не только специальность, но и страну поменяли. С 13 лет? С 13 лет? С 13 лет? Ну, мы рекомендуем, честно говоря, в конце все-таки девятого класса, потому что ребенок должен хоть как-то созреть, понимаете, потому что там... Мы просто тестировали некоторых детей в восьмом классе, и потом в конце девятого. Все-таки лучше в конце девятого, да? Чуть-чуть меняется, да-да-да. Вот приобретает ребенок что-то и сразу выстреливают, и сразу меняется картина. Виктория, такой вопрос еще. У вас вот... Мне очень интересно было, правда, рассказ про вот программу «Интеллект», которая у вас с пятого по восьмой класс, и которая... А? Первого по восьмой класс. Первого найдет прямо, да? Вот. Первого по восьмой класс, получается, и там ее цель, получается, этой программы, я так понял, актуализация и удерживание, да, в фокусе внимания тех знаний, которые ты получил. То есть это как... Это как вот похоже на тот срез, который вы сказали, да? Ну, да, но вы так классно вообще как бы проанализировали, но на самом деле, я сейчас немножко предысторию. Эту программу мы, технологию мы выкупили в Москве в 2010 году. И вот представьте, вот ее создатель, Марат Зиганов, царство небесное, умер он, вот, он нам продал дилерские права. И я его тогда спрашивала, а что вы нам продаете дилерские права, ну, технологии, да? Ну, как можно вообще взять и продать свое детище, да? Ну, да. Он говорил, Вита, настанет в 2010 году, настанет момент, когда с Россией никто не захочет вообще разговаривать. Я хочу... Вот это так да? Да. Он говорит, я хочу, чтобы вы ее продвигали. Честно говоря, у нас не очень хватает сил ее продвигать, хотя хочется, может, после нашего с вами интервью опять я это загорюсь, но... Я надеюсь, просто очень сильно. На меня, честно вам скажу, произвело впечатление, вот правда. Это вообще уникальная вещь. Я этого нигде не слышал, не встречал. Да, в чем там суть? Там идет развитие памяти, внимания, мышления, воображения, причем память в трех аспектах, кратковременная, долговременная, текущая. мышление в 12 аспектах, внимание, это переключаемость, внимание, концентрация, внимание, там пять аспектов внимания. Вот внимание, это тот показатель, который отвечает за успеваемость. Мы до этого тестировали детей по Векслеру, всех своих детей, и мы видели, что к третьему классу у всех интеллект 135 и выше. Если вы знаете, что такое Векслер, я немножечко скажу, значит, это такая шкала, которую используют вообще в психиатрических клиниках. То есть, и все ученые мира согласились, вот 90, это троечник, ну так, грубо говоря, это средний человек. 90, их 50 процентов на Земле. А вот, дальше идет, вверх, допустим, там, от 92 двух до 110, это карашисты. 110, 113, это, сейчас я вам скажу, разобью миф, когда говорили, что у Эйнштейна высокий интеллект. У Эйнштейна интеллект 111, это либо абсолютный гений в какой-то сфере, и полный бездарь вообще там, все, что касается шнурков и так далее. Вот, потому что абсолютный гений это 140 и выше, ну, 135 выше. Это вот во всех сферах, это Маугли. Вот он абсолютно, но если мы возьмем его как человека, да, вот что он умел делать, ну, про мультику, да, вот, дальше, от, там, 120 до 130 это отличники. Ну, я так условно, это отличники без искры Божьей, а потом вот эта прослойка 135, их там мало, их там до 1%, это гений. И там вот это вот все распределяется, грубо говоря, 25% в мире людей, которые попадают в эти шкалы. И точно так же вниз, то есть ниже 90 это пораженный мозг. Вот, у Векслера есть 12 показателей. Одиннадцатый показатель невербальный это внимание, это способность к обучению. Если он нарушен, мы ничего не сможем делать. Ничего, чтобы мы не делали. И дальше ученые всего мира согласились, что в какой-то определенный момент времени, то есть сначала человек растет, потом вот это за счет внимания оно начинает все съезжать. и устаканивается в какой-то бороздочке. Да? Ну, если не пораженный мозг, то выше 90 где-то там распределяется. И ничего невозможно сделать. То есть если ты там попал в 111, то ты никогда не будет у тебя 90, чтобы ты не делал. И выше ты тоже ты будешь там плохо ложку подносить, там небрежный в чем-то. Писать может, не может, дислексия, будет еще что-то. То есть вот какие-то как поломанные. Или будешь такой хорошист, у тебя все хорошо, но ничего больше. Да? Вот. И что бы мы ни делали, какие бы мы ни применяли методики, технологии, мы не могли ничего сделать с вниманием. То есть оно катастрофически падает. Вот ребенок был отличник, да? И вдруг в 8 классе скатился на тройке. Ай-яй-я, плохие учителя, плохие ребенок, ты бессовестный. Да нет же. Это вот это сбалансировалось, внимание его и потянуло вниз. Это не то, что там слушай внимательно, это в мозгу там. Нейронные связи так работают плохо, понимаешь? Вот. Так вот этот интеллект, вот, но там не только это внимание, то есть внимание, воображение, вот эти все 4 параметра, и каждый из параметров, каждый развивается в слушании, говорении, чтении и письме. Ну, фактически речь надо добавить еще, да? А? Речь еще можно добавить, и тогда у нас будет 5 высших психических функций по выгодскому. Ну, там речь есть, там разговоры, там есть это все. Вот. и это все по схеме, то есть развивается, получается, 3 месяца один параметр, 3 месяца в первом классе, потом другой и так дальше, вот так вот все оно, как бы, идет системно. И вот, когда мы начали, да, в чем, вот то, что вы сказали, это ценность в том, что вот, если мы возьмем любые технологии развития интеллекта, они развивают на еще, надо ребенку еще затрачивать усилия на то, чтобы понимать, что вообще от него хотят, помимо того, что мы там развиваем, да, согласно, то есть дополнительная функция, там, стихотворение, учитель, ничего, а здесь получается только на учебном материале, то есть для того, чтобы ребенок развивал внимание, он не должен думать, что ему делать. Понятно, да? Ну, допустим, там, например, переключаемость внимания, как она формируется, например, идут слова без пробелов, ну, по сути, как набор букв. Да. И ребенок должен выбрать там, географические объекты, и там будет полуостров, остров, там, гора, я знаю, ну, какие-то, да, вот он их выбирает, и, то есть ребенок не должен думать, что такое географические объекты, он ищет уже, он увидел гору, он ее обвел, да? Вот. Суть ее в том, что это все развивается за очень короткий промежуток времени, то есть ребенку надо выполнить, грубо говоря, задания там, или 10 заданий, или на 10 строчек обработать за одну-две минуты. В принципе, дети, когда первый раз, дети, которые делают с ней привычки, вот, они белые сидят, вот такое напряжение мозга, сумасшедшее. Вот за счет вот этой скорости идет вот это формирование. Вот. И когда мы начали вот это применять, то есть у нас есть, как бы, доказательства наши, внутренние, да, что это классно, ну, там, понятно, что все прошли там экспертизы и все такое, вот мы за сколько лет, то есть до этого мы сколько лет делали, вот мы, когда год начали применили, мы остановили процесс падения внимания. То есть за счет этого у нас сразу на 3-2 балла у всех детей поднялись оценки. И это то, что мы нарисовали, вы поймите правильно. То есть детям стало легче учиться, как это дети почувствовали, им легче стало учиться, потому что вот этот сдвиг в мозгу с этим вниманием нам, ну, не нам, а технологии этой удалось сделать. Это, конечно, ну, супер. И что интересно, там же еще 3 уровня сложности идет. Да, и там ребенок выбирает, то есть, ну, опять же, этот уровень сложности. следит, чтобы он выбрал адекватный уровень сложности. потому что, понимаете, допустим, если вы медлительный ребенок, то вам надо за вот эти вот 2 минуты, вам надо сделать просто меньше заданий. А разовьете вы свой мозг одинаково, как тот быстрый. То есть, это там дело только в скорости. Но если быстрый выберет первый уровень, то педагог скажет, нет, дорогой, ты у нас... дети не выбирают. Нет, дети, вы знаете, нет у детей вот этого халтурить. Этого нет. Они наоборот, и они, ну, нам очень много лет понадобилось для того, чтобы объяснить детям, не важно, какой у тебя уровень. Не важно. Тебе за это оценивают. Ты же тренируешься. Да. Тебе это абсолютно не важно. То есть, ну, это, грубо говоря, как вот я там плохо в спорте разбираюсь, но я примерно, наверное, как там с одним весом он одно делает, а с другим весом там боксерлик, он другое. Ну, то есть, у него просто, ну, чуть-чуть усложняется за счет его массы. И так точно и здесь. За счет психических, скорости психических реакций у него просто меньше объем, а развитие совершенно одинаково идет. Да. Да, это очень классная программа. Действительно, я надеюсь, что кто-то вот, кто посмотрит, заинтересуется именно программа интеллект для, возможно, для своей частной школы или для своего какого-то учебного центра, потому что это дает хороший результат, это интересно. Очень, очень. Я видел, как выглядят рабочие тетради, то есть, эта программа, это представляет собой передачи технологий, как я понимаю, некий информационный пакет, который нужно передать. и все это в рабочих тетрадях, которые, собственно, нужно, ну, в которых нужно все это реализовывать, и это, конечно, да, это интересно. Да, мы его построили под нашу программу украинскую. Да, то есть, оно немножко уже и, да, перестроено, ну, как бы. Ну, да, потому что по разному теме. Там просто, допустим, в математике нужно это уже изучить, а в интеллекте задачи по математике, там все предметы тоже есть, они сделаны таким образом, что дети это уже в классе отработали. То есть, отрабатывается уже совершенно другое там мышление, синтез, анализ, там, выборка, дискретность, то есть, ну, разные показатели мышления отрабатываются, но ребенок должен вообще эту задачу уметь решать. Ну да, здорово. Виктория, смотрите, программа интеллекта у вас есть, тест Аристотель у вас есть, питание у вас классное, мечта ваша реализовывается, уже реализовалась, в общем, тем не менее, какие-то планы и мечты есть у вас? не, ну как, я хочу вообще увидеть своих детей на вручении Нобелевской премии, хотя бы несколько, хотя бы штук 10. это здорово. Это здорово. Это здорово. Тогда я смогу сказать, как это получилось. Классно. Что для этого нужно делать. Это здорово. Что Нобелевских лауреатов можно воспитать, надо только с двух лет начинать. Ну и Монте-Сори, конечно. Что же вы про Монте-Сори забыли? Монте-Сори это вообще фундамент всего. Садик Монте-Сори, да. Мне поразило еще, знаете, что в садике? Я пришел, начинаю общаться с, я так понимаю, это руководитель была, да? Она мне начинает рассказывать. И тут я боковым зрением замечаю двух таких трогательных, маленьких девочек, одетых в поварешки. Они в колпаках, в передничках. Я даже просто перебиваю, перебиваю ее рассказ и говорю, дежурные. Она такая, да. Боже, ну это так трогательно. Значит, им доверили там почти все, что я задерживаю. Но там все-таки был взрослый, который там ключевую раскладывал. Помоги мне сделать это самому. Это просто, для меня это было яркое впечатление там, потому что, ну, да, это было здорово, конечно. Дежурные меня, конечно, порадовали там. Но атмосфера, конечно, там такая приятная очень. И вот этот вот подход Монте-Сори, я поделился, кстати, там тоже этой мыслью, что мне недавно попалась в книге Андрея Курпатова «Счастливый ребёнок» фраза, как он систему Монте-Сори описал двумя словами. И мне так понравилось. То есть это самое короткое определение для тех, кто не знает вообще, что такое Монте-Сори. Вот, если ты говоришь, Монте-Сори и Монте-Сори там, да? А вот, значит, свобода и порядок. Да. Ну, это же гениально, по-моему. Да, но это он ничего не придумал, это Монте-Сори сказал. Я понимаю, но он так мне два слова подобрал, которые как бы раз и... Да, потому что это... Вот она говорила, нужно отказаться от свободы добровольно, поместить себя в порядок, чтобы приобрести качественно новую свободу. Да. Это гениально просто, да. Подход отличный. А тут кто-то пишет, Виктория, надо открывать вашу школу тут, в Техасе. А вот вы знаете, у нас тут в Харькове есть, нам тут хорошо. А если Виктория уедет тут в Техас, то у нас в Харькове тогда кто будет? Да. Не, ну тут уже всё налажено, тут уже оставить как бы не вопрос. Не вопрос. Давайте пишите, откроем. Всё расскажу, всё прям франшизой, прям пакет передам. Франшизу, кстати, хочу. Уже давно хочу, но... Это одно из планов иметь, да, что франшизу... Да, вот франшизу, чтобы её растиражировать, потому что, в принципе, всё технологично, у нас всё технологично уже. Ну да. Паталютно всё, да. А, ещё, Виктория, знаете, что мне понравилось в вашем садике? Мне понравилось в вашем садике то, что детки ходят на экскурсию в настоящий первый класс. У вас же это всё в одном помещении? И получается, дети из садика приходят в этот самый... на экскурсию там... И это... Ну, что как бы... И они начинают понимать, что школа, первый класс, это, грубо говоря, там... Да, в апреле дети очень... Да, немножко связь. Ну ничего, сейчас восстановилось. Я уже слышу вас. О, всё, нормально. Всё, 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 хорошо. Сейчас восстановилось. Эта волна, видимо, отошла, а потом пришла. Всё, отлично, пошло. Да-да. Немножко опять отошло. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас восстановится. Оно уж так отходило. О, всё, отлично. О, да-да-да. Да. Произдеваю. Так что вот эта вот история с этим хождением в первый класс, она, конечно, особенная. Потому что не только они там вот... То есть они понимают, что это рядом, что первый класс это... Это совсем близко, что можно, если что, потом приходить в ГОТИ, потому что они... Нет, ну у них не так. В апреле они все хотят уже в школу. А потом, как бы вот... О, и всё, это как бы вообще без разговоров. А потом где-то в ноябре, вот когда холода, вот тогда уже... Ну и они ходят ещё в детский сад на... Я дослежу цвет, а я исследую мир. Ну как бы Монте-Сори у нас продолжается. Каждый день первый урок это в Монте-Сори. Но вот так, чтобы именно с теплотой вернуться в садик, это в ноябре. Здорово. Отлично. Виктория, я вам очень благодарен за ваши ответы, за то, что вы нашли время и что мы пролили свет на гимназию Вереса вместе с вами больше, чем о ней написано. И я уверен, что это поможет родителям выбрать вашу гимназию, если им будет это интересно, потому что у вас очень действительно классно. И после посещения вашей гимназии и после общения с вами я могу сказать, что это действительно гимназия, которая явно заслуживает пристального внимания. Это действительно хорошее место, интересное место, которое с душой и с любовью создано. И поэтому спасибо вам за ваши ответы. Спасибо. Очень было приятно. И мне тоже. Я под видео оставлю контакты вашей школы, обязательно ссылку на сайт ваш. И если вы не против, ваши можно контакты оставлять. Вдруг кто-то из родителей... Да, то есть Виктория открыта как директор к общению с родителями. Вдруг кто-то захочет написать лично тот вопрос, который я не задал, и может его задать лично. Так что все контакты обязательно будут, где бы вы это ни смотрели. Либо в Инстаграме, либо в Фейсбуке, либо в Ютубе. Это везде будет. Так что благодарю вас, Виктория. До свидания. До свидания. Спасибо вам. Спасибо.